МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Новая в деле НЖСХ в отношении управляющей компании введена процедура наблюдения. То, что было так необходимо, что нового появилось в арсенале врачей ноябрьской станции скорой медицинской помощи. И мой дом, моя крепость, управляющая компания с одноименным названием провела конкурс. В отношении управляющей компании НЖСК введена процедура наблюдения. Такое определение вынес арбитражный суд Ямала. Напомню, в апреле Энергогаз Ноябрьск подал иск о признании управдома банкротом. Дело в том, что НЖСК задолжала поставщику ресурсов более полумиллиарда рублей. Суд признал требования энергогаза обоснованным и на 4 месяца назначил временного управляющего для ноябрьской жилищно-сервисной компании. За это время он должен подготовить сведения о финансовом состоянии должника и предложения о возможности, либо невозможности восстановления его платежеспособности. Рассматривать результаты этой работы будут в ноябре на очередном заседании суда. В любом случае, процедуры банкротства – это весьма долгие, которые растягиваются не на один год, а компания продолжает работать в обычном режиме. Санаторий «Озерный-1» обретает вторую жизнь теперь уже в статусе окружного объекта. Замгубернатора Татьяна Бучкова, которая на днях побывала в «Озерном», подчеркнула, что изменения произошли благодаря епархии и личному участию епископа Салихардского Николая. Теперь на базе «Озерного» развернутся и муниципальные, и окружные программы. И все это будет под эгидой православия и направлено на формирование здорового образа жизни. Мы договорились о том, что туда переедет муниципальное учреждение «Вершина», которое занимается туризмом, в том числе православным туризмом, и могло бы начать там свою деятельность пока в рамках города. В дальнейшем мы рассматриваем это учреждение как окружное с целью, чтобы сюда могли приезжать дети со всего округа, проводить здесь веревочные курсы, фриропа, какие-то совещания, я имею в виду молодежные, вебинары, семинары, где могли бы проходить разные тренинги. Мы предполагаем ее использовать и для людей с ограниченными возможностями, для их социализации и включения в общественную жизнь. Монитор жизненных функций пропаг и термоодеяло – это то, что с недавнего времени есть на вооружении у врачей ноябрьской станции скорой медицинской помощи. Для чего необходимо это оборудование и как сегодня оснащена ноябрьская скорая, расскажет Ольга Попова. Врач Бабишо Шаропов демонстрирует новинку, которая недавно появилась в скорой – это транспортный монитор пропаг. Подобными мини-компьютерами машины ноябрьской станции уже оснащены, но пропаг – более усовершенствованный аппарат. Следит за жизненно важными функциями организма человека – это давление, работа, работа с кожаном сердца. Одно момент можно смотреть на монитор и одно момент снять кардиограмму, кстати, в этом мониторе, да, пульс, давление, все, часто дыхание, все остальное. Пока в ноябрьске таких два – один в Ингапуровском микрорайоне и второй в самом городе. Термоодеяло для взрослых и детские – это тоже то, что у медиков появилось впервые. Теперь они есть на вооружении у каждой бригады. Используем в основном при перевозке, в основном, новорожденных, а также те пациенты, которые уже находятся, можно сказать, в состоянии общего переохлаждения. Снимаем все вещи мокрые, их закутываем в этих одеялах и их транспортируем в приемные отделения. Принимать роды на дому врачам скоро приходится, конечно, не каждый день, но и такое случается. Только Бабишо Шаропов с ноября прошлого года был на двух таких вызовах. Все прошло благополучно, и Бабишо Абдухаликович помог появиться на свет двум мальчишкам. То, что впервые поступил вот этот аппарат транспортный и термоодеяло. А остальные у нас постоянно оборудование обновляется. Шины, машины обновились, новые поступили. Затем дефибрилляторы обновились, пульсоксиметры, у нас глюкометрия АКУЧЕГО новый поступил. Ну и так, то, что на списание уходит, мы заменяем. Но нет такого, чтобы у нас чего-то не хватало. У нас постоянно есть оборудование в наличии на каждой бригаде. Летом работы у медиков скоро меньше, но ненамного. К примеру, зимой за сутки в среднем поступает 160 вызовов, а вчера их было 83. Вот и сейчас Бабишо Шаропов поехал к кому-то на помощь со спокойным сердцем. Ведь, что бы ни случилось, он уверен, бригада оснащена всем необходимым. Ольга Попова, Анатолий Присич, новости нашего города. Сдали больше, чем на пятерочку. В ноябрьске за покушение на получение взятки осужден доцент Ноябрьского института нефти и газа. Установлено, что 30 марта педагог получил взятку в размере 55 тысяч рублей от 30 студентов за проставление в зачетках отметок о сдаче экзамена по прикладной механике без его фактического проведения. Незаконные действия доцента были пресечены городским отделом экономической безопасности и противодействия коррупции. Теперь, по решению суда, обвиняемый не только не сможет определенное время принимать экзамены и зачеты, но и выплатит государству штраф в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей. Мною лично поддерживалось государственное объединение по данному уголовному делу. Мною предлагалось назначение наказания суду в виде решения свободы из применения статьи 73, то есть условного мера наказания. Вместе с тем, мною было предложено наказание также и в размере штрафа в сумме также 2 миллиона 200 тысяч, которое было назначено, и дополнительно также сроком на 3 года лишение права заниматься предприятийской деятельностью. В настоящее время приговор находится на излучении в прокуратуре города. Решение об обжаловании и согласии, и несогласии решением еще на следующий момент не принято. В ноябрьске ленивого отца отправили на исправительные работы жители города на основании судебного решения обязан был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы неоднократно предупреждали его о возможной уголовной ответственности, однако должник особо не торопился найти работу или хотя бы встать на учет в центр занятости. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело. В общей сложности задолженность по алиментам у неплательщика превысила 270 тысяч рублей. Суд приговорил нерадивого папашу к 6 месяцам исправительных работ. 10% из заработка он будет отчислять в доход государства. Уголовный розыск обращается к жителям города с просьбой помочь установить личности людей, которые изображены на этих фотографиях. В чем провинились молодой человек и девушка, пока не разглашается, но правоохранительные органы в них очень заинтересованы. Всех, кто узнал этих людей, просьба позвонить по телефонам, которые вы видите сейчас на экране. Газпромнефть в ноябрьских нефтегаз перевыполнил план по добыче нефти за первое полугодие 2013 года. Добыча составила более 3 миллионов 360 тысяч тонн, что на 74,5 тысячи тонн больше установленного плана. Дополнительные тонны к бизнес-плану удалось добыть за счет успешного выполнения геологотехнических мероприятий. С начала года введено в эксплуатацию 48 новых скважин, что на 16 больше запланированного. Всего за полгода проведено 182 геологотехнических мероприятия. Эффективная работа с трудноизвлекаемыми запасами позволяет не только сохранить темпы нефтедобычи, но и нарастить объемы. Так, в июне впервые в Газпромнефть-ноябрьскнефтегазе была запущена горизонтальная скважина с проведением 8-ми стадийного гидроразрыва пласта. Уже сегодня мы применяем многостадийные ГРП на зарезках вторых стволов. Типет скважин, подвергнутых МСГРП, увеличился в 2-3 раза, отметил генеральный директор Газпромнефть-ноябрьскнефтегаза Павел Крюков. Страхование ипотеки станет необязательным. Российские власти передумали реализовывать идею по введению обязательной страховки для высокорисковых ипотечных кредитов. Законопроект, поступивший в Госдуму, описывает добровольный порядок страхования для банков и заемщиков. В газетах «Коммерсант» сообщает, в поправках для заемщика прописаны предельные размеры страховой суммы. Минимальный порог в 10%, максимальный в 50%. Минимальный порог был введен для того, чтобы исключить псевдострахование, когда банки обязывали заемщиков гарантировать свою ответственность на незначительные суммы в 2-3% от кредита, что делало эту страховку недостаточной и неработающей. Также нововведение сдаст банкам возможность охватить значительно более широкий сегмент ипотечного рынка, не увеличивая системный риск внутри банковской системы. «Мой дом, моя крепость» – конкурс под таким названием провела управляющая компания «Жилищный сервис». Коммунальщики выбирали лучший из многоквартирных домов, который находится в их видении. По его итогам первое место получила пятиэтажка по улице Мира за номером 44. Объясняя, почему выбор был сделан именно в ее сторону, специалисты не стесняются говорить, этот дом просто образцовый. Теперь здесь в каждом подъезде будут висеть дипломы, а каждый жилец многоэтажки в подарок получил подписку на одну из городских газет. «Были свои критерии отбора, в которые входили, чтобы оплата была регулярной, не было задолженности на доме, в многоквартирном, то есть содержались места общего пользования в нормальном состоянии, не уродовались, ничего. И, как говорится, морально устойчивые собственники». Вот по всем этим критериям из всех наших выставленных домов Мира 44 занял первое место. У меня на этом все. А сразу после новостей смотрите вторую часть актуального интервью с начальником департамента образования Ноябрьска Надеждой Гудковой. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Субтитры предоставил DimaTorzok 4 июля в Салихарде без осадков. Ветер восточный, температура 25 градусов выше нуля. На Муравленко слабая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура плюс 22 градуса. В ноябрьске облачность с прояснениями. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура 21 градус тепла.